Всем привет! Начинаем новый влог. Он будет необычным, скажем так, бытовым, закулисным. Наведем с вами порядок, начнем с кухни, посмотрим сколько я сегодня успею. Обычно это все разделяю. Меня немножко раздражает то, что происходит в моих шкафчиках. Так что в некоторые из них мы с вами позаглядываем, организуем. Я, как полагается, в домашнем утреннем прикиде, это была шутка, я только что отвозила детей, просто убрала волосы, мне будет так удобнее. Это видео посвящается всем тем, кто так же, как я, не очень сильно любит уборку и буквально заставляет себя это делать. Так что давайте вместе со мной. Хватит болтать, сегодня меня ждет очень много работы, поэтому поехали! Я каждое утро завтракаю дома, иногда дети просыпаются раньше перед садиком, и тогда они завтракают со мной, но прежде чем я занимаюсь уборкой после завтрака, я раскладываю чистую посуду из посудомойки. В течение всего дня мы собираем грязную посуду и включаем ее на ночью. Там в эконом-режиме моет все и утром уже чистая посуда. Вы знаете, я уже не представляю себе, как бы я обошлась без посудомойки. Это действительно то устройство, которому я всегда искала бы место, даже в самой маленькой кухне. Моя кухня довольно большая. С одной стороны у меня 4 метра рабочей поверхности, со второй 3,8. И такую уборку я устраиваю где-то, вот прям генеральную, чтобы все доставать из шкафчиков, все там перетирать, перемывать, но приблизительно раз в 4 месяца. Подносы из IKEA мы используем для детей, мне так проще все подать и потом это все быстренько забрать. И мало того, и самое главное это то, что они не крошат вокруг и не так пачкают стол, стулья и все не так сильно летит под стол. В углу моей кухни у окна находится просто адовый ящик, который я не люблю. Здесь собираются все те вещи, которые я использую реже. Всякая такая мелочевка, все самое нужное, необходимое. То орехокол, который мне подарили 2 года тому назад, и я ни разу им не пользовалась. Маленькие ножи, спички, свечи, скотч. В общем, то, что как бы и нужно с одной стороны. И слава богу, что есть место, где все это можно поскладывать. Также здесь частично находятся вещи моего мужа. Одноразовые перчатки и всякое такое. Сюда же я складываю часть вилок и ложек, которые мы используем тогда, когда у нас 20-25 человек в гостях. Такое тоже бывает, особенно летом. И под этим ящичком у меня находятся те вещи, которые я использую для выпечки, фольга, свечи. Все для выпечки и те кухонные приборы, которые я использую чуточку реже. Также мой муж работает в бранже, в которой много всяких там одноразовых пакетов, мусорных пакетов. И это все также находится здесь, в фартуке. Ну, в общем, я с заданием справилась, лучше быть не может. И, наконец-то, здесь относительный порядок. Под этими ящиками находится еще один нелюбимый, в котором стоят мои большие кастрюли, большие крышки, большие салатницы, формы для выпечки. Здесь каким-то образом оказалась и вода, еще какие-то мелочи, которые оформили сюда. Мои дети я долго крутила, вертела, потому что в среднем я один раз в месяц сюда заглядываю за большой кастрюлей. Мне нужна только часть для готовки на пару, так что мне будет удобно. Под плитой находится еще один скрытый выдвижной низкий ящик. Это очень удобно, когда готовишь, тебе не нужно никуда бежать. У тебя все есть под рукой. Здесь же полотенца, я сейчас их складываю и обязательно перебираю все приправы. Как видите, приправ у меня очень много. И вот не поверите, но действительно большинство, где-то 90% того, что вы сейчас видите, в регулярном использовании. Поэтому здесь хаос. Я все перебираю, смотрю, что закончилось, чего мне не хватает. И также организовываю в зависимости от частоты использования. Обязательно избавляюсь от старых приправ. К счастью, их совершенно немного. От тех, которые мне не понравились. Их можно сосчитать на пальцах. Зачастую у меня только все самое любимое. Иногда я покупаю готовые смеси приправ. Эти у меня из Лидла или из Бедронки была какая-то акция. Было много региональной кухни. И знаете, что я делаю? Когда мне что-то нравится по вкусу. А часто еще и сзади написано, с чем это все можно сочетать. И какие-то интересные рецепты предлагают нам. И, в общем, я фотографирую то, что здесь намешано. И потом у меня больше как бы идей, когда я сама что-то готовлю и использую те приправы, которые у меня есть по отдельности. Да, это удобно, но для тех, кто любит готовить так, как я, все-таки опция, когда у тебя все по отдельности, гораздо интереснее. И я сама также могу контролировать и остроту, и наличие каких-то приправ, которые, возможно, мои, допустим, дети не любят или не хотят есть. Вот, но в качестве вдохновения иногда беру на пробу что-то такое, чтобы внести нотку чего-то нового, да? А то, что у меня всегда должно быть дома, это разрыхлитель и обязательно ванильный сахар. Вот, знаете, когда готовишь какие-то сырники, еще что-то добавляешь, и все гораздо вкуснее, правда? Короче, смотрите, что я сделала. Во-первых, я вижу, что мне не хватает еще одного такого маленького контейнера. Он тоже из Акеа, как и вот этот большой. Я поделила приправы на те, которые я использую для десертов, для выпечки и для соленых блюд в основном, да? Ну, здесь есть какие-то такие универсальные, но не так удобно. И также я развернула все пакетики передом. То есть, когда я что-то ищу, я вот так вот перебираю, раз-раз-раз-раз-раз. И я, честно говоря, их не заворачиваю, так как делала моя мама моя мечта. Это, вот знаете, мой идеал. Это то, что все приправы были в баночках. И самая классная вещь, это то, что сразу видишь, что перед тобой. Также, если у вас меньше приправ, чем у меня, то можно купить обычные стеклянные баночки. И самому на крышку приклеить специальную наклейку, чтобы дополнительно не тратиться на вот эти баночки. Но мне они нравятся, и приправы от этого бренда Simply Organic я просто обожаю. Я очень часто о них рассказывала. Ну что, ставьте лайк, кого также доводят до безумия крышки. Это просто невозможно контролировать. Кастрюли у меня всегда так сложены. Самые универсальные размеры стоят сверху. Их я прикрыла крышками, потому что я и так ими постоянно пользуюсь, для того, чтобы все быстрее закипало. Сковородки я поскладываю таким же образом, чтобы самое нужное всегда в первую очередь было под рукой. А вот этот органайзер из Икеа, который еще и складывается, просто спас мою кухню. Я не люблю магниты, но их любит муж, поэтому я их оставила. Я же меняю свои полотенца, которые именно здесь висят в качестве декора. Остальное складываю, оно будет ждать следующих новогодних праздников. У меня только один вопрос. Как это со мной приключилось? Здесь все было так красиво разложено, но, наверное, за время праздников я настолько торопилась, что просто запихивала все, лишь бы это куда-то убрать с моих глаз. Хм, вы это тоже видите? Откуда у нас дома чипсы? Еще и Принглс, еще и с бекона. Я, наверное, догадываюсь. Че это? Как видите, у нас еще не все тут забито. И вот эти две полки, на самом деле, они тоже пустые. Ну как, здесь находится чай, который Томик регулярно привозит от своих партнеров из Азии, когда едет в командировку или ему что-то передают. Это еще не последняя полка с чаями, точнее, я покажу вам, где это все у нас стоит. И несмотря на то, что у меня много круп, много приправ, у нас все еще есть пустые полочки. Вот здесь наверху, можно сказать, все. Вот там тоже с левой стороны, напротив, я стою сейчас задом ко второй части кухни. И вот здесь тоже сверху, по-моему, ничего нет. И вот здесь полупустой ящик. Так что места еще хватает. Периодически, когда у меня что-то заканчивается, я мою вот эти контейнеры. Они у меня из икеи. Очень удобная вещь. И тьфу-тьфу-тьфу, где бы тут найти дерево, постучать, что у меня давно не было моли или каких-то жучков. Это вот реально проблема. У меня сердце кровью обливается, когда мне приходится выбрасывать все это добро. Приступаем к делу. И тут начинается самое интересное. Я наполняю те контейнеры, в которых уже мало чего-то там осталось. И вот если у меня остается открытая упаковка, это у меня приправы, я использую такие зажимы. Я их покупала в каком-то местном магазине, но на Алиэкспресс таких полно. Очень удобная штука. Дальше я все перебираю, пересматриваю, нет ли никаких жуков и других соседей, которые могли поселиться в моей кухне. Потому что достаточно всего лишь принести какую-то муку с жучком или с мотыльком и так далее. И потом уже заражаются в кавычках все остальные. Поэтому периодически я это делаю. И также если у меня есть две каких-то маленьких упаковки, скажем, чего-то, я всыпаю все в одну, потому что так это все занимает гораздо меньше места. Также стараюсь делать влажную уборку. И сзади, за этими контейнерами я оставлю что-то в закрытых упаковках. А вот эти контейнеры, они очень удобные, потому что там ничего не заводится, как я уже говорила. Все это красиво организовано и очень удобно насыпать. Ничего не рассыпается каждый раз. Бомба! Я вижу, что мне опять же не хватает еще одного вот такого контейнера для муки. У меня вот отдельно стоит кокосовая мука, гречневая и кукурузная. Мы скоро с вами будем делать такос. Это ячка, наверное, макароны. Я люблю всякие разные макароны. То есть то со шпинатом, то с тимьяном, с майораном. Вот это детские на Хэллоуин они просили им купить. И когда это все было разбросано, оказалось, что у меня две упаковки льняных семечек. Это Тома, кстати, покупал, я их не ем. И две упаковки сахарной пудры, две упаковки гречневой муки. А когда вот так все разложено и все на виду, я знаю, что мне нужно докупить, а чего у меня в достатке. И то, что я использую практически каждый день, у меня стоит на самой нижней полке, чтобы мне было удобно. Обычная мука, смесь для овощного бульона. Здесь как бы сушеные овощи, морковка, томаты, приправы. Также или пастернак, или петрушка. В общем, классная штука. Это обычные макароны, темные макароны, которые ем я, панировочные сухари и также моя любимая овсянка. Вот единственное, что у меня просто так лежит на полке, это спагетти. И всякие длинные макароны, потому что у меня они не помещаются стоя, ну то есть вертикально. В общем, они так и останутся лежать. А еще выяснилось, что у меня две пачки красной, как это, чечевицы, да, чечевицы. Нужно что-то приготовить, потому что я покупаю, думаю, нужно сделать, нужно сделать. И вот так она и стоит без дела. Так что берем себя в руки и скоро ждите какой-то рецепт. Так как мы любители устроить кому-то праздник или друг другу, все дни рождения и такие вот торжества часто проходят у нас, поэтому у нас всегда есть свечи. А то, что я больше не стану покупать, это трубочки. Их когда-то кто-то принес, по-моему, на детские дни рождения. В общем, не выбросить же теперь их. Так что сложу, но так как сказала, больше не буду. На свободную полку все это сложу. Здесь же находятся и какие-то шапочки для дня рождения. Скоро у мальчика в праздник, я думаю, что все пригодится. Чей Томака трогать не буду, я только протерла все аккуратно. Слушайте, а вот это что? Это, по-моему, не чай. Представляете, он уже здесь стоит, я не знаю сколько. И срок годности у него до 30-го, 04-го, 18-го. Надо убираться чаще. Просто Томак раз меня попросил, говорит, не трогай, это у меня что-то там. Я буду все это пить. Ну, короче, чей так и стоят. Ой, я не могу. Ее оставим. Я думаю, что Томак все равно не будет проверять. И положим ему сюда чипсы. Ну что, человеку захотелось вредного. Да, у кого не бывает. И теперь прикол. Томак все равно не будет смотреть это видео. Вам расскажу. Говорит, Томак, пересыпь, пожалуйста, соль. У нас вот этих, ну, контейнеров будем это так называть, банка, да, стоит соль и сахар. Тут я недавно что-то готовила, смотрю, какой-то такой мелкий сахар, что-то прикол. Томак пересыпал в сахар соль, короче, сейчас буду как-то это решать. Все, ну, в общем, помог. Сюда я поставила соль, перец для гостей. Они у меня из комплекта, который подходит к тарелкам, там, ну, в общем, к сервизу, да, такому небольшому. Еще одна упаковка панировочных сухарей прозапас стоит. Рис, гречневая каша. Наконец-то нашла рис не в пакетиках. И он, кстати, именно для ризотто. Мы очень любим ризотто. Я люблю, когда у меня все есть, и мне нужно докупить там или пару продуктов, или просто готовлю из того, что есть в наличии. Я никогда не была в Таиланде, и вообще тайскую кухню я открыла для себя относительно недавно. Поэтому, если я что-то неправильно произношу, то сделайте мне скидку. Это рисовая лапша. Тоже купила в Лидле, у них была акция, и взяла практически все то, что было. Грибы, шитаки. Я предполагаю, что их нужно будет сначала замочить. Переходим на нижнюю полочку. Здесь у меня стоят или какие-то уксусы, или соусы, или масло. Это, по-моему, оливковое масло с добавлением чеснока. Барзамический уксус. Он именно такой кисленький, но у меня есть и второй. Вот такой. То есть, такой больше кремовый, он сладкий. Можно подавать и с овощами, и также с фруктами, интересно. Ой, это очень неудачная, невкусная покупка. Типа как кокосовый нектар, что-то как сиропа гавы, жидкий мед. Но по вкусу это отвратительно. То, что нужно докупить, ворчестер ширский, наверное, так, соус. Это просто сильнее меня. Почему-то у меня язык всегда неправильно выворачивается. Часто использую для каких-то соусов, для курицы, для мяса, в принципе, вкусно. Это на основе соевого соуса очень классная вещь. Храню, чтобы не забыть. Никак не могу поймать в наличии. А это просто нужно доесть. Соус барбекю. Тоже, как бы, натуральный состав. Он с дымком, но я вам показывала очень хороший рецепт соуса барбекю. Оно вам не надо. Рисовый уксус, рисовое вино. Тоже использую во всяких таких типа азиатских блюдах. На выходных даже готовила курицу. В кисло-сладком соусе. В футбуке можете найти рецепт. Два соуса терьяки. Рассказывала вам недавно. Томок очень любит. Увидел в Лидле, докупил еще одну баночку. Вы такие хомяки, видите? Тайский. Вычитала, что он хорошо подойдет для подтая. Взяла на пробу. Как видите, я люблю экспериментировать. Но, честно говоря, я редко что-то выбрасываю. Это очень острый соус. Томок покупал его. И вот за один обед мужчины поели. Так что, видите, все расходуется. У нас очень часто и гости, или как минимум папа Томока на выходных, брат. Знаете, если это двое детей, я и еще трое мужчин, как бы долго ждать не приходится, когда все разойдется. И это какой-то острый соус с ананасом. Я не люблю такое готовое. Ну, Томок купил, пусть будет. Оливковое масло с перцем чили. Мне кажется, что оно именно с какими-то усилителями вкусом. Не очень часто использую. Не помню, откуда оно у меня. Возможно, я не дочитала состав. И бальзамический уксус. Это все. Здесь еще у меня обычное масло и рапсовое масло. В рапсовом масле я недавно, знаете, что делала? Овощи и креветки в темпуре. Нужно будет снять рецепт на канал. Очень здорово получилось. Дети и Томок в восторге. Ой, вот это, слушайте, это прикол. Короче, купила я себе бобы какао. Говорят, что они очень хорошо бодрят. И, в принципе, как натуральный антиоксидант, хорошая вещь для здоровья. Я люблю черный шоколад. Даже если это 90%, то круто. Но я не ожидала, что это будет настолько резкий вкус. Настолько... Даже не знаю. Как-то... В общем, мне не понравилось. Мне зашло кисловатые они. Как-то заставляю себя иногда есть. Но, в принципе, нет. Также у меня дома всегда есть продукты, при помощи которых я могу быстро что-то сообразить в кухне. Это помидоры в банке. Особенно это актуально зимой. Я делаю какие-то макароши в томатном соусе или вот такие перетертые уже помидоры. Очень часто у меня есть отваренная свекла или фасоль, горошек, кукуруза и ананас. Вымыла банку для сахара, высушила ее. Это обязательный шаг. И вот все поперекладывала. Над плитой, с правой стороны, я показывала, что у меня остаются соусы и масла. А слева я храню все кокосовое. После моей уборки сверху не мешало бы навести порядок и на рабочем столе. Я сейчас не просто складываю что-то, но еще и делаю сегрегацию, сортировку мусора. В прошлом влоге, позапрошлом, я показывала, как это все выглядит. То есть бумагу к бумаге, стекло к стеклу, пластик к пластику, органика отдельно и так далее. Также провожу влажную уборку. Для этого я ничего особенного не использую. У меня самое обычное средство. Между прочим, у него хороший состав. И им же я чищу плиту. Очень практичная в белом цвете, а многие думают наоборот. Под духовкой у меня хранится кое-какая консервация. И вот здесь я переливаю бутылку из-под пива, потому что она очень удобная. Малиновый сок для детей. В большом выдвижном ящике рядом с чайником хранится чай, который нам очень часто дарят. Кофе, какао, мед, всякие сухофрукты, орешки, семечки. Чего там только нет. Даже тортила, которая никуда не помещается, то есть готовые такие, я храню в этом месте. И кокосовая стружка, и всякие такие вкусняшки, и ореховая паста. В общем, как видите, у нас всего большое разнообразие. И слева в таком небольшом отдельном ящике хранятся мои вещи, там крем для рук, SPF для лица, и также детские докторские карточки. В нижнем ящике у нас своей жизнью живут пакеты. Это вообще боль. Я пытаюсь как-то это все поскладывать. Честно говоря, несколько раз мне просто хотелось закрыть и не снимать это, но я поняла, что если не сейчас, то никогда. И вот в небольшом органайзере находятся новые губки, но в нашем доме большая часть хранится все-таки в другом месте. Меня также радует то, что пластиковых пакетов у нас стало гораздо меньше. В основном это какие-то бумажные или старые пластиковые, которые мы покупали еще давно. Или мы что-то покупали, нам давали их в магазине. И уже давно у нас появились такие многоразовые авоськи, именно они всегда лежат сверху. Их я положу в самом конце. А здесь я перебираю все документы, отделяю те, которые нужно отправить бухгалтеру, те, которые еще требуют заполнения, рассмотрения, еще чего-то там. Складываю их в свою корзинку. Это тоже мой уголок в кухне. Здесь хранятся какие-то аксессуары для камер, мини-штатив, сменные батарейки, также зарядки, очки, блеск для губ. То, что мне нужно на бегу схватить и куда-то идти по делам. Или то, что мне может понадобиться сию минуту. Провожу влажную уборку. Опять же, влажная тряпка, ничего особенного. И вот эти цвета очень практичны. То же самое могу сказать о нашей керамической раковине. Я перемываю баночки, все там вот эти мыльницы. И дальше обычной губкой мою раковину с молочком. Хотелось бы заменить его на что-то более экологичное. Подскажите, на что? Также убираю весь свой декор. Какие-то баночки, которые меня радуют. Перетираю все. Ну, кстати, в них хранится и кофе, и мед, как видите, сахар. И вот уже купила даже весенний цветочек. В выдвижных ящиках у плиты относительный порядок, поэтому я всего лишь переложила одну вещь. И на этом все. Здесь как-то так, не знаю, никогда не царит хаос. Над микроволновкой, там, где высоко, мне приходится становиться на стул, чтобы что-то достать. Поэтому здесь храню какие-то скатерти. Это салфетки. Моя мамочка связала крючком, они накрахмалены, и я их аккуратно сложу, они будут ждать Пасхи. Мне их прям жалко. И также здесь стоят какие-то тарелки, как какая-то другая посуда для застолья. Так, с этой стороны кухни в верхних шкафчиках я убираться не буду, потому что я недавно это делала. И так это все выглядит у нас на повседневной основе. То есть здесь стоят чашки, которыми мы чаще всего пользуемся, стаканы, несколько бокалов, контейнеры, ланчбоксы. Томак в последнее время берет с собой на работу, иногда мальчишки что-то там перед футболом, ну как, они не берут, я им складываю перекусывать. Здесь у меня такой кофейный сервиз, который я использую тогда, когда приходят гости. И на самом деле формы для запекания, что-то такое, знаете, несущественное. Вот эти вот тарелки это Томак как-то привозил, у нас много всяких вещей, которые он привозит на тесты с работы или просто что-то там с выставки. Там наверху какой-то большой контейнер от мамы, по-моему. Так, а с этой стороны у нас всякие сладости, которые Томак привез из Австрии на подарок, что-то нам приносили гости во время праздников, мюсли, хлопья, бублики, конфеты, вот эти вот сладости Томак привез из Австрии на подарок. Также мы принесли с улицы горшочки, которые жалко было хранить там зимой, чтобы они не испортились. Все-таки керамика, которую мы привозили из Италии и просто что-то, что дорого сердцу. В общем, пока что вот так попрятали, весной будем немного это все освобождать. У нас летом, весной, да и в принципе, зимой часто цветы живые. Именно они здесь не так дорого стоят, поэтому мы покупаем в каких-то недорогих магазинах. Поэтому у нас сразу несколько вазончиков, что-то для чая, вот эти вот термокружки и баночки. Ну, видите, все, да, ничего особенного. кстати, из техники и также здесь наверху хранится посуда, которую я чаще всего использую на праздники, формы для запекания, а там на самом верху пока что ничего нет. Здесь мы уже все рассмотрели, а с этой стороны тарелки. Тоже ничего, собственно, тут не делала, потому что здесь, слава богу, порядок. и внизу тоже недавно наводила тут порядки. Все перебирала, выбрасывала лекарства, какие-то витамины, потому что что-то там прописывают, ты это хранишь, потом забываешь, что чего. Ну, короче говоря, количество этого это просто капец. Ну, домашняя аптечка и все, что может понадобиться в этой жизни. Также вот это моя вафельница. Я думаю, что большинство из того, что вы сейчас видите, я все равно не могу использовать, но, тем не менее, храню, потому что а вдруг? Наверное, это неправильно. Ну, ладно. Я надеюсь, что сегодня вы замотивировались на уборку, а возможно, убирались вместе со мной. Не забывайте поддержать меня пальчиком вверх, если вам понравилось это видео. А на этом мы будем прощаться. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.